ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. С 13 сентября страховщики начали по-новому рассчитывать стоимость ОСАГО. Границы базовых тарифов увеличились на 26%. Основная причина – подорожание запчастей. Для легковых автомобилей минимальное значение теперь – 1646 рублей, максимальное – 7535. Во Всероссийском союзе автостраховщиков продолжают уверять – автогражданка подорожает не для всех. В выгодном положении окажутся водители с большим безаварийным стажем, оформляющие полис в одной и той же компании. ТРАССА 101 Власти Москвы всерьез намерены штрафовать автомобилистов и мотоциклистов в автоматическом режиме за слишком громкий шум. Размер взыскания – 5000 рублей. Как рассказали в столичном департаменте транспорта, уже созданы прототипы дорожных камер, оснащенных шумомером. Вскоре они будут проходить сертификацию. Главная задача, говорят чиновники, добиться точности измерений, чтобы штрафы приходили реальным нарушителям. ТРАССА 101 Сузуки собирается продавать в нашей стране новые поколения SX4. Дата начала продаж и стоимость авто пока неизвестны. Текущее поколение кроссовера, как указано на российском сайте японской марки, можно приобрести по цене от 2 миллионов 69 тысяч рублей. Новинка сохранила узнаваемые пропорции кузова. Изменились фары, задние фонари, радиаторная решетка и другие элементы. Ожидается, что автомобиль будет предлагаться с прежним 140-сильным бензиновым мотором объемом 1,4. Трансмиссия, механика либо автомат. Привод передний или полный. ТРАССА 101 Житель Калининграда смог забрать машину из автосалона только с помощью судебных приставов. Мужчина приобрел автомобиль еще в начале этого года, оплатив его полную стоимость. Однако продавец внезапно объявил, что клиент должен внести еще около 50%. Дескать, у салона возникли экономические трудности. Автомобили и запчасти к ним резко подорожали. Расстроенный покупатель обратился в суд, который встал на его сторону. Компания не смогла доказать, что в ее деятельности случился провал. Кроме авто, мужчина получил компенсацию в несколько сотен тысяч рублей. ТРАССА 101 А компания Джили показала свой самый маленький автомобиль. Модель М2 будет продаваться под суббрендом Geometry. Ценник пока не объявлен. Четырехместный хэтчбэк с панорамной крышей имеет длину всего 3 метра. Масса чуть более 700 килограммов. В движение машина приводится электродвигателем, установленным на передней оси. Мощность агрегата 27 или 41 лошадиная сила. Запас хода станет известен позже. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА 101. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова